День добрый, уважаемые коллеги! Сегодня хотелось представить вам клинические рекомендации российские, посвященные лечению психических расстройств пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти рекомендации находятся в рамках системного индивидуального подхода к лечению, который, как вот здесь представлено на коморбидном треугольнике, включает оксоматические факторы, факторы высокого риска, которые традиционно выделяются в кардиологии для контроля тех заболеваний и состояний, которые могут ускорить развитие атеросклероза. И обращая внимание на психические факторы, которые во многом определяют качество жизни пациентов. Важность психических факторов подчеркивается тем фактом, что неоднократно Всемирная организация здравоохранения переиздавала вот это руководство для врачей-интернистов. И в прошлом году вышло очередное издание, где подробно разбираются основные позиции по ведению частых психических расстройств врачами общей практики. Ну вот здесь перед вами, собственно, те рекомендации, которые представлены на сайте российского общего психиатра. Аналогичная процедура проходит сейчас в российском кардиологическом обществе. И мы ожидаем, что в этом году эти рекомендации будут утверждены и опубликованы в российском кардиологическом журнале. Ну, сообщество уже давно обсуждает их, и вы можете также с ними познакомиться. Они доступны на страницах кардиологического общества и Байкальской психосоматической ассоциации. Вот предыстория рекомендаций. Впервые рекомендации были созданы нашей Байкальской психосоматической ассоциацией в далеком 2016 году. После этого мы постоянно их совершенствовали, неоднократно их переиздавали. Ну вот перед вами клинические рекомендации по кардиологии к коморбидным болезням, популярное руководство. И вот раздел психосоматический там как раз включает полностью рекомендации Байкальской психосоматической ассоциации. В 2023 году началась работа Байкальской и Сибирской психосоматической ассоциаций, которые уже постарались довести рекомендации до приемливого международного уровня. И весной мы предложили рабочим группам Российского кардиологического общества и Российского общества психиатров доработать их с тем, чтобы утвердить их в качестве клинических уже рекомендаций для практических врачей. Вы видите здесь содержание рекомендаций. Мы включили сюда основные психические расстройства. Это тревожные, депрессивные, связанные со стрессом, а также когнитивные расстройства. И наиболее частые сердечно-сосудистые болезни. Это коронарная болезнь в острой и хронической форме, аритмия сердца, в форме фибрилляции предсердия и жизнеопасных желудочков, аритмия, гипертензия и хроническая сердечная недостаточность. Для градации рекомендаций использовала традиционная европейская классификация, где выделяют три класса и три уровня доказательности. Вообще это очень сложная работа. Выделить рекомендации необходимые, присвоить им класс и соответствующий уровень доказательности. Для примера возьмите рекомендации Европейского кардиологического общества. Вы удивитесь, но основная часть рекомендаций – это уровень доказательности C, то есть очень низкий. Это либо мнение экспертов, либо слабая работа. И если вы обратите внимание, что число-то рекомендаций растет, а уровень доказательности-то не только не растет, но вообще-то падает, рекомендации класса C становятся больше, а рекомендации класса E становятся меньше. Значит, что наши знания, на которые мы опираемся, они в целом-то не очень надежны. Более того, рекомендации сильно зависят от того, кто из специалистов участвует в их разработке. Взяли рекомендации по инфекционному эндокардиту, европейские и американские, они вышли близкие по времени, и попытались их сравнить. И посмотрите, что получается. Европейские рекомендации, как мы уже и говорили, там чаще всего рекомендации, основанные на мнении экспертов в большей степени. А вот американские рекомендации, их число, кстати, заметно меняется, от выпуска к выпуску, но там уровень рекомендации Си, например, в последних рекомендациях, был сведен практически к минимуму. А что касается нашего подхода, то мы также считали, что рекомендации класса Си должны быть как можно меньше. Если нет надежных рекомендаций, то лучше их не писать. Только в тех случаях, когда избежать этого невозможно. Ну и у нас нет рекомендаций много первого класса, потому что область сложная, и доказательств убедительности тех или иных позиций не так велика оказалось. А вот это самый сложный был раздел, как организовать психиатрическую помощь пациентов с соматическими болезнями. Проблема в том, что психиатры в целом против того, чтобы интернисты занимались выявлением и лечением психических расстройств. Их роль они обычно сводят к тому, что если заподозрили, вы отправляете к нам, мы там уже разберемся. И в целом их позиция подкрепляется еще тем обстоятельством, что интернисты, я имею в виду, неврологов, реаниматологов, терапевтов, гириаторов, кардиологов, они слабо ведь подготовлены в вопросах диагностики и лечения. И психиатры-то это видят. Ошибки в диагностике, неправильно назначенные лечения, что сказывает, соответственно, на состоянии пациентов. И можно было бы и согласиться с психиатрами, что мы вмешиваемся, собственно, в их сферу и делаем это не очень умело. Но проблема в том, что большая часть пациентов к психиатрам-то не идут. И это факт, распространенный во всем мире ввиду определенной стигматизации самой профессии. Это с одной стороны. А с другой-то стороны, психиатры-то ведь не знают особенности лечения пациентов при наличии тяжелых соматических заболеваний. Если это, допустим, коронарная болезнь с повышенным риском смерти, а ведь часто назначаются психотропные препараты, которые могут вызвать жизнеопасные аритмии в частности. И эти моменты ведь нередко игнорируются. На этой основе нам удалось все-таки согласовать наши позиции. И вот последний пункт как раз включает возможность диагностики и лечения распространения психических расстройств у пациентов с соматическими заболеваниями интернистами, которые прошли специальную подготовку. И это совершенно справедливое требование, которое к тому же закреплено в законе о психиатрической помощи. Наиболее эффективной модель диагностики и лечения является партнерская модель, не консультативная. Когда психиатр придет, консультацию проведет, запись свою оставит, ему должны ее выполнять. Но вот партнерскую модель ее сложно реализовать в практической жизни. Хотя вот здесь вы видите результаты двух рандомизированных исследований, которые очевидно говорят, что эффективность лечения тревожных и депрессивных расстройств в партнерской модели все-таки выше, чем при консультативной поддержке. Вопросов много, которые разбираются в наших рекомендациях, но я бы хотел остановиться только на одном, потому что доклад у нас непродолжительный, и поскольку речь идет о кардиологии, то выделить проблему внезапной сердечной смерти. И поскольку это состояние представляет опасность для жизни пациентов, то здесь был включен пункт, что такие пациенты должны быть направлены на консультацию к кардиологу. Если посмотреть на причины смертей, то здесь следует отметить, что внезапная сердечная смерть, она доминирует на дне внезапной сердечной смерти. Вот для примера вам регистр датский. А особенность датского регистра в чем? Там все население Дании туда включает. 5,5 миллионов населения и 55 тысяч смертей. Вот они проанализировали, и здесь представлен график, возрастные периоды разные. Но в этом графике совершенно очевидно, что частота внезапных сердечных смертей значительно выше, чем невнезапных сердечных смертей, ну, по крайней мере, до рубежа 80+. И следствием этой статистики является, безусловно, факт, что мы плохо предупреждаем внезапную сердечную смерть. У нас недостаточно эффективно разработаны методы профилактики. Ну, мы же не можем рассматривать имплантированный кардиовертор, дофибриллятор, да, серьезно, как эффективную профилактику. Теперь, что касается самих внезапных сердечных смертей, вот это исследование в округе Сан-Франциско. То есть эти случаи были проанализированы, и всем пациентам была сделана аутопсия с оценкой морфологической причины. А внезапность сердечной смерти классифицировалась по критериям Всемирной организации здравоохранения, ну, вы помните, да, от начала симптомов до часа и без симптомов до суток. И что мы здесь видим, да, что 40% это несердечные причины оказались, а вот среди сердечных причин, ну, как это и очевидно, доминирует внезапная ритмогенная смерть. А неаритмогенная смерть, вот она синим выделена, очень небольшая часть. Понятно, что внезапная смерть, сердечная, это в основном аритмогенная смерть от фибрилляции желудочков или асистолий. А вот морфологической структурой внезапной сердечной смерти, как тоже хорошо известно, чаще всего является коронарная болезнь, причем, обратите внимание, значительно чаще хроническая, а не острая коронарная болезнь. И если мы будем говорить, допустим, о лекарственных проблемах, то здесь, по этим данным, получается, что лекарство является крайне редкой причиной внезапной сердечной смерти. Но здесь следует учитывать два момента. Первое, то, что это все-таки исследование основано на аутопсии, а лекарственная внезапная смерть, она, как известно, морфологических изменений обычно не вызывает. Это первое. И второе, часто ведь бывает, что внезапную смерть вызывает сочетание факторов. Ну, например, пациент умер внезапно, при вскрытии нашли большую бляшку. Как расценят такую смерть? Понятно, что как проявление хронической коронарной болезни. А если он принимал эсцеталопрам, это будет учитываться? Очевидно, что нет. Поэтому доля, конечно, аритмогенных смертей, связанных с лекарствами, она намного должна быть выше. И если мы говорим о лекарствах, то вот опираясь на данные этого метаанализа, очевидно, что чаще всего вызывают эти состояния психотропные препараты. Не случайно так много исследований, публикаций, посвященных этой проблеме. И это намного чаще, чем про кинетики, допустим, или антибактериальные препараты, включая там макролиды и так далее. И для практиков очень важно иметь простой, понятный алгоритм действий в той или иной ситуации. И алгоритмов введения пациентов с подозрением на удлинение интервала КУТ довольно много. Вот слева вы видите один из популярных, но он, видите, довольно сложный и не очень практически применимый, на наш взгляд, поэтому мы предложили и в рекомендациях именно этот вариант присутствует более простой подход, связанный с выделением факторов риска и в зависимости от этого уже принятием решения. Этот алгоритм мы давно уже сделали и неоднократно его обсуждали на наших ежегодных психосоматических конференциях. И вот эту табличку тоже вы, наверное, неоднократно видели. Частота неблагоприятных рисков, связанных с приемом тех или иных препаратов, но в данном случае речь идет об антипсихоте. Вот вы видите здесь степень удлинения интервала КУТ. И когда мы обсуждаем удлинение интервала КУТ, то часто ссылаются и приводят данные классификации CREDIBLE MEDS, так называемого Аризонского исследовательского центра. Кстати, CREDIBLE MEDS переводится как надежное лекарство. Часто врачи пользуются этим, то есть можно либо приложение вызвать, либо в интернете зайти на сайт и написать препарат в поисковик, и вы можете найти, к какому из трех классов можно отнести этот препарат. Без риска, с возможным риском и с известным риском двунаправленной веретенообразной хикарии. Но я бы посоветовал осторожнее относиться к этой классификации. Почему? Во-первых, не публикуются обоснования. Ну, то есть они выдают результат и нет доказательств, а почему они отнесли тот или иной препарат к одной из трех категорий. И если бы это была совершенная классификация, тогда вопросов, может быть, было меньше. Но, например, такой популярный антипсихотик второго поколения, как зипросидон, то по этой классификации получается, что это вполне приемлемо. Препарат и никакого риска особого синдрома длинного КУТЭС с жизнеопасными аритмиями нет совсем. А вот если мы посмотрим слева на базу данных FDA, то здесь, например, зипросидон относится к группе с повышенным риском, и величина этого риска 16-кратная почти. А вот справа вы видите один из последних метаанализов влияния антипсихотиков на удлинение интервала КУТЭС. И здесь, например, зипросидон почти в 10 раз чаще вызывал удлинение интервала КУТЭС. И следующее исследование это уже оценка частоты двунаправленной веретенообразной тахикардии, вызванной лекарствами, в базе данных FDA. И что мы видим? И мы видим, что почти половина препаратов с повышенным риском она в этой классификации кредайбл-мец вообще не была представлена. И что интересно, самое частое думает, какой препарат? Амиадарон. Это антиаритмик, который иногда даже рекомендуют для борьбы с внезапной смертью. И я хочу подтвердить, что к этому препарату нужно относиться осторожно. Вот пациентка 19 лет, с желудочками экстрасистолами, и ей решили назначить амиадарон. Посмотрите, что получилось. Интервал КУТЭС почти 730 миллисекунд, и там развивается двунапрально вертинообразная тахикардия. И в определенной степени нам повезло, что во время мониторирования развилась фибрилляция желудочек. Этот эпизод закончился успешно, но тем не менее он показал, что этот препарат следует использовать не так часто, как это обычно принято в кардиологической среде. Что касается классификации лекарственных препаратов, их довольно много. Они разные. Например, есть классификация форта для стариков, есть классификация нежелательных эффектов препаратов, есть ранее широко используемая классификация FDA для беременных, ну и вот текущая классификация интервалов КУТЭС. Кстати, когда мы пользуемся вкладышами для лекарственных препаратов, там ведь тоже указано, что есть побочные эффекты, есть ситуации, когда он противопоказан, есть показания к препарату. И вот весь этот большой спектр разных классификаций в целом можно объединить в одну универсальную. Вот такую классификацию мы в свое время предложили. И хочу сказать, что она в целом-то не была принята, официально ей не пользуются, хотя крупнейшая наша издальца Геотар Медиа с периодичностью в несколько лет переиздает эти рекомендации. Вот не так давно вышло 12-е уже издание, в которой, собственно, эта классификация используется. А это же не благотворительное издательство, значит, если книга переиздается, это значит, она востребована. То есть в практической жизни она представляет определенный интерес. И мы попробовали показать эту классификацию международной общественности и направили статью в один из достаточно авторитетных журналов. И, к нашему удивлению, ее практически сразу взяли и даже не попросили денег за нее, а стоимость публикации там достаточно дорогая, в районе 3000 евро. То есть она в определенной степени интересна была научной общественности. И вот посмотрите, если мы, допустим, используем эту классификацию для оценки влияния на интервал КУТ, то есть же ведь еще препараты, которые могут уменьшить интервал КУТ. Например, бета-блокаторы нередко применяются с этой целью. И в этом плане эта классификация лучше, чем классификация кредайбл мест, которую мы обсуждали с вами. Она доступна, ее можно даже в популярном приложении Cardioexpert использовать, посмотреть, какие препараты можно использовать, какие нежелательно использовать. И почему еще очень важно партнерское взаимодействие и психиатров, и кардиологов при риске внезапной смерти? Потому что оценка рисков, она порой представляет трудности и требует достаточно квалифицированного подхода. Ну, например, нередко мы видим, что рНТ-валы варьируют. Либо в силу синуса варитмии, либо в силу фибрилляции предсердий. А КУТ очень сильно зависит от частоты сокращений. И если вы попробуете померить корригированные КУТ в разных кардиоциклах, то у вас могут получить совершенно разные результаты. Начиная от короткого КУТ и кончая длинным КУТ. А что делать в этой ситуации? А в этой ситуации надо, конечно, вычислять среднюю. Ну, то есть берется средний РР и средний КУТ, и рассчитываются уже средние показатели корригированные. И вот в кардиоэксперте такая возможность есть, то есть там удобно все это сделано. Ну, и кроме того, расчет КУТ корригированный представляет определенные сложности при, например, блокаде левой ножки пучка ГИСа. И в кардиоэксперте тоже есть такая возможность для расчета более точного в сложных условиях. Для расчета КУТ обычно используется и рекомендуется даже формула Базет. Но следует обратить внимание, что для расчета корригированный КУТ интервала создано большое число формул. Почему? Потому что формула Базет во многих случаях работает не очень корректно. В данном исследовании вы видите, что лучше всего коррекцию ЧСС осуществляли формулы Фредерицей и Фроменгемской. И более того, эти формулы лучше для прогноза смертности. А формула Базет переоценивала число пациентов с потенциально опасным удлинением КУТ, и соответственно, этим пациентам будет избыточно назначены те или иные лечебные мероприятия. Ну и вот завершающий слайд, я хочу на него обратить ваше внимание, что проблемы, которые мы с вами разбирали, это достаточно сложные проблемы, а нередко при обучении врачей или в практике пытаются проблему значительно упростить. И при упрощении эффективность и безопасность лечения значительно снижаются. И важно понимать, что для ведения таких пациентов необходима достаточно серьезная подготовка, на что, собственно, и сориентированы наши клинические рекомендации. Ну и спасибо вам за внимание.